Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиаш от Харпатин. Вас ждет свежая Майса. Это произошло в небольшом еврейском поселении в Чехии. Там была одна легенда, что в этом месте живет мальчик, который навсегда остался маленьким, который получил наказание из-за грехов своих предков, и в него вселился дух. И он больше не рос. И чтобы искупить эту вину, он должен был помогать людям, делать мефцовым. Чем он и занимался. Звали его Авиф. Однажды, одним вечером в этом поселении, мужчина отправился на работу. Он работал пекарем. Через несколько часов был большой заказ. Он замесил тесто, он все сделал, всю необходимую работу и поставил в печь. Он очень сильно устал, так как должна была быть распродажа, и пошел отдыхать. И говорит, ну я прилягу на минут 20, ничего не случится. И заснул на несколько часов. Он просыпается, он понимает, все, меня уволят, я не получу денег, я не накрою шабатный стол, все просто. И он вбегает туда, он бежит прямо к печи и видит то, что весь хлеб стоит уже на столе. Готов к распродаже. Пришли люди, все выкупили, он получил деньги. И он не поверил в случайность и проверил еще. Сделал еще раз так, специально только. И так получалось каждую ночь. Каждый день, каждую ночь постоянно. Он вскоре немного разбогател, так как он усилий никаких не делал, а хлеб постоянно появлялся. Получал хорошие деньги. И однажды они с супругой решили посмотреть, кто это делает, как это происходит. Они в полночь вышли из дома, спрятались. И увидели, как маленький мальчик готовит хлеб. И они сначала подумали, что это какой-то еврей наверняка делает мефцом, он нам помогает, спасибо большое. А позже поняли, что это был мальчик Авиф. После этого Авиф стал расти, они изгнали духа. Он был очень благодарен этой семье. Семья дала ему шанс работать, они не прекратили это. А мальчик имел право искупать свою вину. Поэтому, друзья, все взаимосвязано. Давайте мы тоже нашим друзьям, нашим знакомым, нашим родственникам будем давать искупать свою вину. Сами будем себя вести правильно. Поэтому, друзья, делаем выводы с этой майца. Брахау и слаха. Всем хорошего дня.